Олег Панамарь очень интересная личность, я с ним знаком, встречался на презентации его книги в 2018 году в Киеве, но он был блогером номер один в Украине. По количеству, по посещению его страницы в Facebook, я так полагаю, его определили, возник в украинском медийном пространстве в 2014 году после победы Евромайдана. Он сам из Черкасс, но проживает в Канаде, и вся его деятельность, я заходил на страницу, там у него и приватбанк указан, что ему деньги. То есть он просто пишет какие-то аналитические прогнозы, и за это люди ему платят денежку. Сначала он писал очень интересные вещи, что Украина – это проект-витрина для США, что США хотят сделать из Украины образцово-показательное государство. Это был, кстати, Маврина попрошенка после Майдана. Хотят сделать образцово-показательное государство европейского типа, доказать всему миру, что в Украине устоялась демократия, прошли реформы, и вообще все люди живут обалденно и замечательно. Ну вот последний его пост, 27 апреля этого года, я, честно говоря, сам удивился, за его деятельностью не слежу так особо. Просто так вышло, что у нас есть общие подписчики, и они попросили меня прокомментировать его пост, который он написал 27 апреля, что Украина ожидает финфинитизации. Существует какой-то некий абстрактный план Помпео-Лаврова, что Украину на Хельсинской конференции в 2018 году, когда Путин три часа с Трампом разговаривали, сдали в сферу российских интересов, что сейчас Украина на 180 градусов возвращается в сферу влияния страны агрессор и оккупанта России. Ну вот, ну то есть, и плюс к тому, пишут, что сохраняется какое-то там либеральное, ну так называемое, крыло внутри Украины, это из Айваса Абрамовичуса, там, и еще там несколько лиц он назвал, которые якобы будут какие-то технократические реформы делать. Но опять-таки, я говорю, тут как таковых реформ нет, мы их просто не видим. Я проанализировал эту ситуацию достаточно хорошо, и вот сразу прямо с последнего теста хочу перейти. Во-первых, что касается существования плана Лаврова-Пампео о сдаче Украины-России, это известно только со слов самого блогера «Пономаря». Так как я промониторил множество зарубежных источников, ну смотрите, вы даже сами можете на английском языке набрать «Лаврова-Пампео-План». Вот, наберите, и нету нигде в западных, то есть в западных СМИ нигде не выходит информация о том, что между Лавровом и Помпео достигнута какая-то договоренность, там, о сдаче Украины-России. Это первый факт. Второе, я среди своих знакомых, кто проживает в США, различных политических экспертов, также поспрашивал, я говорю, слушайте, ну я-то, может, остал от жизни, но у вас там больше информации есть. Вы там в Конгрессы ходите, в Белый дом, в администрацию президента, вам лучше знать, что это за планы, расскажите. Они говорят, слушай, что ты бредишь, мы вообще первый раз такое слышали. Вот, но потом, значит, опять-таки, вот он говорит о сдаче Украины агрессору-оккупанту, что, значит, разворот окончательно оформленный, вектор, значит, на восток, это тоже, я считаю, абсолютно заведомо ложная информация, и она абсолютно не соответствует реальной действительности. Почему? Потому что, ну вот, обратите внимание, если бы была достигнута какая-то договоренность, писали в западные СМИ об этом, раз, их нет. Потом, обратите внимание на пункт 7 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, где запрещается вмешиваться во внутренние дела чужих государств кому-либо, в том числе даже и Организации Объединенных Наций, ну, только если уж в каких-то там чрезвычайных ситуациях. Поехали дальше. А сама по себе Украина, вот, опять-таки, почему вот в Украине невозможно ни финансизации, ни приднестровизации? Потому что, ну, во-первых, в Украине, как известно, значит, действует закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на время оккупированной территории Донецкой и Луганской области, где на законодательном уровне установлено, что Российская Федерация является государством-агрестором, оккупантом, оккупировала автономную республику Крым, город Севастополь, а также отдельные районы Донецкой и Луганской области. Кроме того, в отчете прокурора Международного уголовного суда от 5 декабря 2018 года, пункт номер 72, даже я вам пункт могу подсказать, вы посмотрите. Там идет речь о том, что на востоке Украины, в параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, имеет место международный вооруженный конфликт. Ну вот, значит, оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской области подтверждают тысячи различных источников и так далее. Но самое главное, важно, чтобы вы понимаете, что в Конституции Украины закреплен внешнеполитический курс на вступление страны в НАТО и в Европейский Союз, к которому должны следовать все четыре власти, это президентская, законодательная, исполнительная и судебная. Понятно, в Украине нет внешней политики своей, суверенной, которая основана международным правом, защитным национальным интересам. Но внешнеполитический курс сохраняется. Поэтому я считаю так. Ну, еще, кстати, к этому можно добавить кучу промежуточных, кстати, решений из ПЧЕ, в которых установлено, что Украина утратила контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской области и Крыма в результате российской временной оккупации и агрессии. То есть, у Украины относительно неплохое сформировано правовое поле защиты от российской агрессии. Юрий Юрьевич, прошу прощения, вопрос такой. Что предпринимают оппозиционные личности по отношению к Зеленскому для того, чтобы вообще-то решить вот этот странный вопрос Донецкой и Луганской? Что они предлагают? Начать боевые действия? Смотрите, сейчас речь не идет о начале боевых действий. Я комментирую ситуацию с Пономарем, потому что это важно, что Пономарь, я считаю, он людей дезинформировал. Теперь вот смотрите, что такое сфера российских интересов. Вот сейчас Крым и Донбасс, часть Донбасса, находятся под российской оккупацией. Там уничтожается все украинское, украинский язык там де-факто запрещен. Он не то, что как-то там государственный или национальный, он там вообще считается под запретом. И все украинское, как Крыму и на Донбассе с точки зрения России и оккупантов является экстремизмом. Вот они считают, что все украинский экстремизм, что Российская Федерация проводит политику уничтожения национальной идентичности Украины. Россия уничтожает национальную идентичность у людей. То есть она все украинское там закатывает под асфальт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова